Доброе утро всем, кто любит вкусно поесть и интересно побеседовать. Это передача «Вкусные путешествия». А герой сегодняшней программы – руководитель команды КВН «Оранжевое настроение». Старший преподаватель факультета физической культуры и спорта, спортсмен и просто хороший человек, который на собственном примере показывает, что для того, чтобы чего-нибудь добиться, нужно хотя бы что-нибудь сделать. Николай Мыцеков, доброе утро! Доброе утро! Николай, скажите, что мы сегодня будем готовить? Я смотрю, такой достаточно интересный набор продуктов. Ну, так как мы только недавно вернулись с Парижа, значит, мы сегодня готовим мясо по-французски. Доброе утро! Отлично! Давайте приступим. Что нам? Да, с чего начинать? У нас есть картошка, грибы, перец, лук, сыр, чеснок и мясо. Это, да, майонез. Это все мы сейчас начнем делать. Каждый, вы, наверное, Артем, начнете мясо. Мы с Ириной начнем с картошки. Отлично! Будем приступать, как нарезать мясо? Да, приступаем, да. Мясо нарезаем, да, оно выходит кусочками, так, чтобы можно было его обжарить. И потом уже его соединим вместе с картошечкой. Отлично! А мы с Ириной пока займемся чисткой картошки. Расскажите, Николай, в каких странах вы побывали и что интересного? Ну, с оранжевым настроением уже за три года мы побывали в 13 странах Европы, Западной Европы, даже так можно сказать. Более 40 городов. Из них, наверное, мы тоже считали около 10 столиц крупнейших. Вот такие, как Лондон, Париж, Берлин. Команда менялась за все время? Нет, ну есть основной, конечно же, костяк. Есть люди, которые как бы постоянные, но по-любому. Кто-то добавляется, кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то заканчивает университет, кто-то уходит в армию. Заканчивают университет и остаются в команде или уходят? Нет, у нас получается, что есть люди, которые остаются в команде, но при этом, например, ушли в армию. Вот у нас Славик Гитманчук, Стеля Капацина, они тоже ушли в армию, но потом возвращаются и возвращаются в команду. До какого возраста вы рассчитываете играть? Ну, КВН, это, наверное, уже такое пожизненное, уже, да, образ жизни, я думаю, пока есть, как говорится, порох в пороховицах, будем играть. Но это игра для студентов, в принципе? Ну, с самого начала было так, но сейчас я вижу, что, если брать с профессиональной точки зрения, то, наверное, более было бы интереснее, когда идет уже более взрослый юмор, и мы уже стали взрослее, и к юмору относимся уже немножко по-другому. Если где-то можно было поребятничать, то сейчас уже это с профессиональной точки зрения все. А вот в командах высшей лиги тоже участвуют взрослые участники? Да, там намного это все профессиональнее, и студентов, как правило, да, многие, конечно же, с университетов, но при этом многие, уже закончив университет, стараются, потому что команда есть, например, казахи, там уже 10 лет они вот в высшей лиге играют. Понятно, что они же 10 лет не учатся, но какое-то время учились, потом уже остались дальше в КВН. А вот вы играли с командой пара по парам, да? Какое, что интересного, все-таки общались с ними, какие-то люди. Довольно-таки простые, простые люди, и мы не увидели никакого этого пафоса. На сцене, да, они, конечно же, показывают, кто лидер, кто хозяин сцены, но это и правильно, так должно быть. Это как здесь, например, оранжевое настроение, когда она выступает здесь на сцене, мы тоже показываем с самого начала, кто, как говорится, в доме хозяина. Так и они. Они приехали, они четко знали, что они лидеры. Но делятся они опытом своим или при себе держатся? Нет, каждая команда, конечно же, если подойти, что-то расскажет, но, как правило, секреты никогда никто не выдает. Кто пишет шутки, как они пишутся, об этом все будут молчать, хотя примерно мы же знаем, как это все делается. А как перенесли поездку ребята коммуникациями в команде? Ой, ну уже за три года, что ездим, конечно же, уже привыкли. И самое трудное, это, конечно, когда коллектив столько времени находится в одном, как говорится, пространстве. Как семья, наверное. Да, как семья, но в семье есть тоже споры. Где-то ты куда-то зашел, как говорится, в чужое пространство, но вот уже начинается спор. Ну, так и решаем, это все по-дружески, друг друга все равно уважаем, любим. Кто-то есть, мировой судья, например, который... Мировой судья – это я, который должен, да, который должен четко уладить, контролировать весь этот процесс, который... Ну, в команде всегда должен быть лидер, который возьмет на себя ответственность, это самое главное. Это добровольная обязанность или принудительная? Это, наверное, добровольно-принудительная, как бы выхода другого нет. С нами, кстати, постоянно вот в Германии приезжают люди, которые вот уже болеют конкретно за команду и всегда стараются быть на всех наших выступлениях. Всегда это есть. И в этот раз даже во Францию приехали за тысячу километров с таких городов, как Гейра, вот город восточная Германия, приехали тоже наши болельщики. Там вот люди, с которыми я давным-давно не виделся, например, уже 23 года. Они приехали конкретно поболеть за КВМ. И второй, это был тоже парень Саша Кучерас, он со мной учился. Мы тоже в 2001 году закончили, больше с ними не виделись. За столько времени тоже человек приехал. Было очень приятно. Я просто Габрилича спросила, оказывается, это правда? Да, это правда. Давайте я, наверное, возьму потихоньку нарезать картофель. Да, картофель, а мы возьмем тогда перец, да, наверное? Перец и грибы. Да, перец и грибы. Николай, скажите, как часто вам удается готовить? И бываете вы в таких ситуациях, где нужно готовить самому, то есть и на большое количество людей? Это получается в основном поездки. Когда мы с командой выезжаем, то приходится всем готовить, наверное, по очереди. Но у нас в команде, мне даже повезло, я так скажу, что у нас очень хорошо готовят ребята. Поэтому моя задача, я могу каши хорошо сделать, сварить утренние, черни, молочные. Вот в этом плане, я могу так сказать, спортивная пища. А ребята готовят, очень хорошо готовят у нас. Я так понимаю, как руководитель, вы распределяете обязанности и себя немножко обделяете, да? Не бывает, просто не за все можно ухватиться. Иногда бывает времени не хватает, вот в чем дело. Так что только из-за этого. Походы часто удается ходить вам? У нас вся жизнь в походах, так как поездка, каждые два месяца куда-то выезжаем, можно сказать, это тоже поход. Хотя в детстве мы и в детстве ходили в походы и со школой. И вот в университете у нас есть на факультете такой предмет, как туризм. И мы ходили, да, два раза вот ходили в походы на три дня, на втором и третьем курсе. Это было очень интересно, занятно. Во-первых, там учат нас, как готовить и как выживать в этих сложных ситуациях. А вот с ребятами из команды встречаетесь помимо КВНа или надоедаете друг другу во время репетиций? Нет, конечно же, встречаемся, но после вот уже долгих поездок, получается, что надо отдохнуть. Да, отдыхаем, потому что очень бывает. Это не то, что даже мы друг друга напрягаем, а тут выходит, как приезжаешь, обязательно надо кому-то сессию сдавать, кому-то надо приниматься за учебу, даже нет времени. Вот как-то на личные встречи, потому что есть репетиции, и мы все равно на репетициях-то встречаемся, видимся. Вот по поводу учебы хочу задать вам такой вопрос. Какая самая важная книга, которую вы прочитали в своей жизни? Важная книга. Я сейчас приведу пример очень интересного человека Вячеслава Бутусова, который как-то сказал, что самая важная книга для человека – это в советское время, раньше, помните, выпускали книги о питании. Поваренная книга. Да, поваренная книга, да, она всегда пригодится, если вы ее прочтете, то вы всегда везде выживете. Нет, я люблю очень много, конечно, книг читать такого философского, Пау де Куэль, очень интересный, ну, и в таком стиле. Это то, что, наверное, можно задуматься, посмотреть. Также и фильмы я люблю очень такие философские, все, что связано с философией, с психологией, вот, вот, мое, мне нравится такое. Уж я к жизни так отношусь. Зелени много не бывает, это витамины. Да, это полезная вещь, особенно вот в кавказских кухнях, вот мы пробовали, да, зелень, это играет большую роль. Вот мы поездили тоже по городам, и питание, конечно, вот, бывшего, да, Советского Союза, так можно сказать. Но я считаю, что одно из самых лучших, оно более правильно, недаром в свое время в школах были, да, там, рыбные дни. Потому что не просто так все изучалось, это именно специально учили, делали. Институты, да, институты разрабатывали, это по-настоящему все было. А приехав, например, в Грецию, я был удивлен. Мы, когда питались, ну, очень тяжелое питание для нас, например. Если они с утра могут кушать пиццу, ты приходишь, и мы привыкли, что, да, мы закрываем компотами, соками. У них этого не существует, ни компотов, ни соков. Они делают что? Они заменяют это фруктами. Но для нас это трудная пища. У них очень много мучного, тоже очень трудного. Вот, хотя, в Греции очень вкусная картошка, вкусные арбузы. Так что, мясо, я так понимаю, нужно отправиться жарить? Да, мясо мы жарим, жарим, да, и, как бы, делаем его таким золотистым, для того, чтобы она в таких кубиках и осталась. И потом уже добавляем на противень. Так, ну что, я смотрю, все пожарили, все нарезали. Все приготовили, нарезали, да, теперь мы засыпаем картошечкой. Давай, Артем, ты засыпаешь картошечкой. Вот, все ровняю. Сейчас я перемешаю, что тут соль, перец. Что потом? Ирина, потом берем мясо и засыпаем сверху мясом. Ну вот, руководитель уже раздался на работе. Вот, что значит руководитель. Опыт, большой опыт, кстати, работы. Руководителем? Руководителем. Ну, как только родился, сразу начал командовать в семье. Самое главное, это поставить правильную работу. Вот, это точно. Так что, ведь команда, это же тоже, можно так сказать, приготовление идет ко всему. Тоже своя перчинка должна быть во всем, так что везде все одинаково. И мы не рассказали еще зрителям о самом главном, о призе, который вы привезли. Эфелевая башня, да. Мы ее потом покажем. Розовая, красивая, большая. Гламурная. Гламурная, да. Дальше. Дальше мы это все заливаем майонезом. Закидываем. Закидываем, да. Я думаю, не мало ли его? Что, нормально? Майонеза нормально. Нормально. Нам овощи, сорт идут, поэтому... А я знаю, что сейчас делаю. Для запаха, да? Четыре штучки, да, в разные эти вот уголки. Теперь что? Дальше. Дальше мы тоже разлаживаем фруктами, то есть овощами, фруктами, грибочки и перчик. Ну, это так, для красоты. Да, крупно. Он красиво был. Сейчас я буду. А кто поделился таким рецептом? То есть у нас в команде Ильдар готовит кавказское... У него вообще хорошо кавказская кухня уходит. У меня есть еще Саша Гевырков тоже вот с кавказской кухней связанной. Но он где-то вычитал рецепт? Нет, они сами готовят. Сами готовят, мы пробовали. И часто вот, я же говорю, в поездках что-то новенькое ребята всегда удивляют. Так, теперь мы все это засыпаем сыром, правильно, и сверху укроп. Да, так и делаем. Так, посыпаем, да, его? Следующий штрих. Теперь спокойно моя работа. Зеленяем это все. Этот красивый противень сейчас отправляется на 40 минут в духовочку, и мы будем ждать его уже вкусный запах. А пока будет готовиться вот это красивое блюдо, мы зададим Николаю несколько вопросов про выступление оранжевого настроения в Париже. Николай, расскажите, что вы привезли из Парижа? В Париже мы привезли вот такой красивый приз, башню эфиревую. Она гораздо, конечно, красивее, когда мы ее увидели изнутри, как говорится. Мы ее посетили, у нас трехчасовая, можно сказать, такая была экскурсия. Глобальная вещь мирового масштаба. Слышали все уже, наверное, что вы заняли первое место. Да, это был фестиваль Кубок Парижа. Коль, скажи, пожалуйста, вот я смотрю на стене, у тебя в комнате очень много картин висит. Это чьи картины? Что это за картины? Это картины отца. У меня художник, профессиональный художник, хотя, как он сам говорит, первую половину жизни он был спортсменом, но мир спорта у нас, как говорится, короткий. И в свое время он первый мастер спорта у нас по марафонскому бегу, и рекорд его до сих пор вот стоит. А вторую свою половину, вот такую жизнь он уже проводит в творчестве, он пишет стихи и картины. Картины во всем мире у него есть. На выставках даже жена Михалкова у нас приобрела в свое время 20 картин. Как мы только родились, мы стали сразу же спортсменами, потому что родились в семье мама мастер спорта СССР по легкой атлетике, папа мастер спорта СССР по легкой атлетике. Ну вот и семья, понятно, что каждый из нас прошел через спорт, через этот труд. И самое главное это труд в спорте. Пусть человек может быть и не достигнет высоких каких-то результатов, но он с самого детства научится трудиться. Вот сестра тоже мастер спорта по плаванию. Она сейчас работает за рубежом, тоже тренирует молодежные команды. Брат у меня первый мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Среди мужчин у нас как бы не было здесь в Террасполе. Тоже рекордсмен Молдовы. Тоже готовился к Олимпийским играм и продолжает тоже готовиться к крупнейшим соревнованиям. Племянник у нас тоже с детских лет, с четырех лет уже пошел тоже плавать. Тоже проходит это все. Мы все прошли как бы через спорт. Я вообще уважаю спортсменов. У меня подружка Ира, спортсменка бывшая. Они все собранные, пунктуальные, такие очень собранные люди, интересные. Спорт воспитывает, да? Спорт воспитывает и спорт, ну там же как. Ты же если опоздал, то ты на соревнованиях пропустишь просто соревнования. Как говорится, на старт и все. Это был Лондон, да, когда мы уже возвращались домой и не оставляли, как говорится, ни одного фунта себе, потому что зачем везти фунты домой. И опоздали на самолет. И осталось еще у нас два часа. Ой, два дня мы еще прожили в Лондоне без единой копейки. Но это было... Что мы ели. Мы возвращались в ту гостиницу, где мы жили. К нам очень хорошо там относились, как к артистам. И можно сказать, это был такой остров выживания, где нужно было выжить, как говорится, как последний герой. Только это было в Лондоне. Но там это стоило, это. В гостинице. Мы вернулись, к нам очень хорошо отнеслись, к нам вернулись, нас подкармливали. Да, подкармливали. Мы там нашли друзей, которые нам оплатили назад поездку и вот назад так вернулись. Так, ну что, достаем наше красивое, интересное блюдо. Ох, вот оно какое. Красота. Красота. Ну что, давайте попробуем это все красиво так же, как теперь уже и оформить. Давайте. Спасибо большое, Николай, что вы пригласили нас в гости. Ну да, действительно, такое несложное в приготовлении, самые простые продукты и аромат просто обалденный. Кстати, кто не успел записать рецепт, смотрите нас на сайте Первого Приднестровского, наш адрес tvdefis.pmr.com Я желаю вам творческих успехов, очень хочется смотреть вас по телевизору и дальше, ваши выступления КВН. Я хочу напомнить также про нашего спонсора, это ресторан Фавла Итальяна. Те, кто еще не знает, где будет отмечать Новый Год, ресторан Фавла Итальяна примет всех. До свидания. До свидания. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова